Выслушайте программу «Спорт для всех», которая выходит при поддержке Министерства спорта Калининградской области в студии Надежда Маркова. Коротко о главных темах программы. Бьем все рекорды! Калининград провел самую массовую разминку в России. Подробности через минуту. На этой неделе калининградские спортсмены завоевали сразу несколько медалей на всероссийской арене. Сегодня в программе самбо, легкая атлетика, бокс, футбол, мини-футбол, мнение экспертов и анонсы на предстоящие спортивные выходные. Прямо сейчас в программе «Спорт для всех». Поехали! Несомненно, главным событием прошедшей спортивной недели стала акция «Одна страна, одна команда», которая прошла на площади Победы 3 февраля. На ней был установлен новый рекорд России по количеству участников массовой разминки. 3721 человек в этот день поддержали российских олимпийцев в преддверии игр в Корее. Таким образом, Калининград побил рекорд Барнаула, где ранее в подобной акции приняли участие 3012 человек. Одной из самых активных участниц массовой разминки на площади Победы была знаменитая спортсменка, министр спорта региона Наталья Ищенко, которую мы попросили поделиться впечатлениями от столь грандиозного события. Было это замечательно и прошла, я считаю, очень хорошая акция в эту субботу. Победы в Калининграде акция посвящалась поддержке наших спортсменов, наших олимпийцев, тех, которые поехали на олимпийские игры и тех, кто так случилось, что остались в России. И, конечно, все происходящие, они выразили поддержку нашим спортсменам. И как спортсменка я могу сказать, что это действительно очень важно. И спортсмены всегда чувствуют, когда за них болеют, когда в них верят и когда их поддерживают. И кульминация этой акции – самая массовая тренировка. В Калининграде был зафиксирован рекорд России. И тренировку провели лучшие фитнес-тренеры, лучшие спортсмены, как Калининграда, так и нашей страны, и даже мира. В тренировке приняли участие 3721 человек. Поэтому Калининград теперь является рекордсменом. И этот рекорд внесен в Книгу рекордов России. Тем временем в корейском Пхенчхане уже стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Напомним, что впервые в истории регионального спорта две калининградские спортсменки поборются за медали главного старта четырехлетия. Юлия Портунова и Юлия Гузиева в составе женской сборной России по керлингу стартуют на играх 14 февраля матчем против сборной Великобритании. Всего в статусе олимпийских атлетов из России медали игр постараются завоевать 168 спортсменов. И, конечно, вся страна в ближайшие две недели будет поддерживать нашу сборную. В том числе и пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, которая вновь в эфире радио «Спорт-ФМ Калининград». Конечно, я буду болеть за спортсменов всем счастливым, всей душой. И хочется сказать, что наши две калининградские спортсменки примут участие. В олимпийских играх у Керлинг-Гильски – это Юлия Гузиева и Юлия Тортунова. И главным тренером женской сборной команды России по керлингу является Сергей Юрьевич Биланов, тоже калининградец. И я уверена, что не только я буду поддержать наших спортсменов, огромное количество людей. И как раз эта акция – это было тому доказательство, что все мы вместе, и у нас можно отобрать гимн, можно отобрать флаг. Но Россия всегда остается в нашем сердце, и мы всегда будем поддерживать наших спортсменов. Итак, Олимпиада стартовала. Пожелаем удачи нашим спортсменам. А с 14 февраля всем Калининградом болеем за двух наших спортсменок в составе женской сборной России по керлингу. Все подробности выступления Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой на Олимпиаде будем рассказывать в новостях регионального спорта и программе «Спорт для всех» на радио «Спорт.ФМ». Далее в программе расскажем об успехах калининградских спортсменов на всероссийской арене. В Новосибирске прошло первенство России по самбо среди девушек. Медали турнира и места в сборной России оспаривали около 200 ведущих самбисток страны. Серебряную медаль престижного турнира в весовой категории до 56 килограммов выиграла калининградка Елизавета Сыщикова. Победительница прошлогоднего первенства России выиграла пять встреч из шести, ведя с минимальным преимуществом и в финале. Но за 13 секунд до конца поединка Сыщикова допустила ошибку и проиграла Дине Ворониной из Краснодарского края. Бронзовую медаль первенства России в весе до 48 килограммов выиграла еще одна калининградская спортсменка Татьяна Мараховская. В полуфинале она уступила будущей победительнице соревнований и заняла одно из двух третьих мест. Итоги выступления наших спортсменок в эфире Радио Спорт ФМ подвел наставник девушек Сергей Макартычан. Девушка по сборной России по самбо в этой возрастной категории. Это же первенство России, по 27 человек в весе их каждой девочке, по 6 встреч отборолись. В целом удачное выступление. Из-за качества Сыщикова Елизавета могла и первой стать, в принципе, и Татьяна могла лучше. Но в целом, как бы, хороший результат перейти первенство Европы в апреле месяце. И еще одни соревнования ближайшие через неделю, буквально тоже первенство России, только в более старшей возрастной группе. И там Сыщикова будет пробоваться в старшей возрастной группе, тоже есть шансы взять там тоже медаль. Подводя итоги выступления спортсменок на первенстве России, отметим, что благодаря бронзовой медали Татьяна Мараховская получила приглашение на сборы национальной команды и может выступить на международных турнирах в недалеком будущем. А вот Елизавета Сыщикова попала в состав сборной России и через два месяца представит страну и регион на чемпионате Европы по самбо в Чехии. На прошедшей неделе также отличился калининградский легкоатлет Олег Спиридонов. В Волгограде прошло первенство России для спортсменов не старше 20 лет. Серебряным призером трехдневных стартов стал воспитанник муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 Олег Спиридонов. Атлет регионального центра спортивной подготовки сборных команд отличился в барьерном беге на 60 метров. Подопечный Владимира Слушкина и Геннадия Антуновича успешно квалифицировался в финал, с хорошим запасом преодолев предварительные забеги. В финале он финишировал вторым, уступив Семену Монакову из Нижнекамска 8 сотых. Однако выступление калининградца нельзя признать успешным, ждали лучшего результата. Об этом рассказала директор с шор номер 4 Елена Лигачева. Кроме того, что Олежка, к сожалению, не достиг того, что планировали, в связи с тем, что, наверное, помешали какие-то обстоятельства, что мы думали, что у него в прошлом году результат был получше, чем сейчас. Я ничего не могу сказать, что он бежал быстрее, чем в прошлом году, быстрее, чем на этих соревнованиях. И если бы он показал результат, то, естественно, он был бы победителем. Но старты продолжаются. Теперь рекордсмен области и победитель прошлогодних всероссийских соревнований по многобориям Олег Спиридонов готовится реабилитироваться за эту небольшую осечку на юниорском первенстве страны среди легкоатлетов не старше 23 лет в Санкт-Петербурге. Эта неделя стала богатой на медали и для калининградских боксеров. В Архангельской области прошел чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по боксу. За медали турнира и путевки в финальную стадию чемпионата России боролись 150 боксеров в возрасте от 13 до 40 лет. В фоксе выиграли три золотые и две бронзовые награды как в зачете взрослого чемпионата, так и юношеского первенства. Золотые медали в активе Натальи Кельвели среди женщин весом до 48 килограммов, Олеси Шабалиной среди девушек весом до 64 килограммов и не старше 17 лет, а также Тимофея Купцова среди юниоров не старше 18 лет и весом до 91 килограмма. Бронзовые медали у Артема Дементьева и Артема Власенко среди юниоров весом до 75 и до 60 килограммов соответственно. Отметим, что победители отчетных соревнований квалифицируются на финалы первенств и чемпионатов страны согласно своим возрастным категориям. Так, весной женщины выступят в Улан-Удэ, мужчины в Якутске, а юниоры будут боксировать в Сыктывкаре уже в феврале. Футбольный блок в программе «Спорт для всех». Калининградская «Балтика» завершила второй подготовительный сбор к весенней части первенства России среди клубов футбольно-национальной лиги. С 25 января наша команда проводила его в Турции. Помимо двухразовых тренировок «Балтика» сыграла три контрольных матча с клубами элитных дивизионов чемпионатов Болгарии, Сербии и России. 29 января балтийцы уступили участнику матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Лудогорцу из Болгарии 1-3. 2 февраля сыграли в ничью 0-0 с клубом «Рад» из Сербии и по занавес сбора 7 февраля разгромили команду российской футбольной премьер-лиги СКА Хабаровск со счетом 3-0. За время второго сбора состав нашей команды официально пополнил полузащитник Максим Григорьев, перешедший из Урала. А рассталась «Балтика» с защитником Павлом Степанцом, который заключил контракт с футбольным клубом «Тюмень». Теперь впереди у «Балтики» третий из заключительных сбор, который пройдет там же, в Турции, с 12 по 23 февраля. И в продолжение футбольной темы поговорим о мини-футболе. В предстоящий уикенд пройдет, возможно, решающий тур главного регионального футбольного турнира зимы чемпионата области по мини-футболу среди команд Суперлиги. Все внимание болельщиков приковано к одной встрече в субботу в 18 часов на площадке малого зала дворца спорта «Янтарный» сыграют калининградский «Дорспецстрой» и «Искра» из «Балтийска». В случае победы «Дорспецстрой» за тур до конца чемпионата становится обладателем золотых медалей. Ну, если «Искра» отберет очки у калининградцев, то чемпион области будет определяться в следующем туре. Предстоящий суперматч в эфире радио «Спорт.ФМ» «Калининград» очень ярко проанонсировал вице-президент региональной федерации футбола Сергей Кандалов. Безусловно, это будет настоящий праздник для всех любителей футбола. Обе команды выйдут на площадку только с одной целью – это победить. Обе команды на площадке будут умирать, я в этом не сомневаюсь. Будут биться до последней капли пота. Обе команды на сегодняшний день не потерпели ни одного поражения. Но если у «Дорс Пестрой» все матчи завершались победами, то «Искра» и «Балтийск» две игры села в ничью. Тем не менее, команда очень прилично сыгранная. Тренер команды опытнейший Александр Пкачук, имеющий опыт выступления в Еврокубках. Но лично мне хотелось бы, конечно, чтобы «Дорс Пестрой» не выиграл. Почему? Потому что тогда судьба «Золота» будет решаться еще через неделю. Мало того, в самой последней игре. Вот у нас запланированная игра была изначально еще в ноябре, что последняя игра в Суперлиге – это матч «Дорс Пестрой» против «ФК Калининград-2018». Если в эту субботу «Дорс Пестрой» не победит, то судьба «Золотых медалей» будет решаться в самой последней, в 66-й по счету игре. То есть это на самом деле будет атмосфера в зале сумасшедшая. Итак, всех, кто за время зимы успел соскучиться по хорошему футболу, за которым можно последить вживую, ждут в субботу 10 февраля в Малом зале Дворца спорта «Янтарный». Калининградский «Дорс Пестрой» против «Балтийской искры» – начало встречи, в которой возможно определиться победитель главного футбольного турнира зимы в 18 часов. Сейчас расскажем вам о том, какие мероприятия вы сможете посетить в ближайший уикенд. Калининградцев ждет спортивная суббота. 10 февраля на стадионе «Балтика» отпразднуют День зимних видов спорта. Программой предусмотрены показательные выступления хоккеистов, представителей шорт-трека, фигуристов, керлингистов. Состоятся соревнования по лыжным гонкам, ссанному спорту, по экстремальному зимнему маутинбайку и регби для самых маленьких жителей. Пройдут веселые старты и многое другое. Начало праздников в 10-15 утра. В субботу 10 февраля состоится чемпионат области по ММА. Всех любителей смешанных боевых единоборств ждут на манеже спорткомплекса «Юность» в 10.30. Любители игровых видов спорта в эти выходные могут посетить матчи чемпионатов области по волейболу и баскетболу. Сильнейшие волейболисты региона выйдут на площадку Малого зала Дворца спорта «Янтарный» в субботу и воскресенье, начиная с 9.30 утра. Команды сыграют встречи четвертого тура. А в воскресенье 11 февраля на площадке спорткомплекса «БФУ» на улице Зоологической продут две игры 12-го тура чемпионата области среди мужских команд. Начало первого матча в 13.00, начало второго матча в 14.30. И на сегодня это все. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит при поддержке Министерства спорта Калининградской области. В студии работала Надежда Маркова. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!